Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова В Москве состоялось расширенное заседание Комитета Госдумы по делам СНГ, Евразийской интеграции и связям с соотечественниками. Абхазскую делегацию возглавляет вице-спикер парламента Астамур Аршба. В состав делегации вошли председатель СКБ Роберт Киут, министр иностранных дел Инна Лардзенба, министр по туризму Тимур Асхишба, депутаты парламента, представитель таможенной службы Абхазии. В ходе встречи обсуждались вопросы абхазо-российских отношений и упрощения режима перехода государственной границы по реке Псоу. Проблемы, которые там ставятся из года в год, никак не решаются. Мы пригласили туда представителей наших специальных служб и Министерства транспорта, и погранслужбы, и ФСБ, и Министерства иностранных дел. И послушали представителей таких же служб со стороны Абхазии, наметили пути решения, договорились о создании рабочей группы. Не буду углубляться в конкретику, но кроме этого специального вопроса, который нами был обсужден, мы поставили вопросы и гораздо более серьезные. О том, чтобы ликвидировать этот переход, например, так, как это сделали по типу в Белоруссии. Количество людей, которые хотели бы отдохнуть, будет возрастать, причем оно возрастает в прогрессии. И завтра уже просто никакой переход, даже если его расширить, как говорил представитель Министерства транспорта, и модернизировать не справляется. Мы сейчас говорим не только и не столько о политических процессах, столько о комфорте наших граждан, но, безусловно, именно на этом в том числе основываются и межгосударственные успешные отношения. Я очень рада, что нашли соглашение по ряду вопросов. Комплекс мер должен быть утвержден, принят совместно с ведомствами и ответственны по каждому направлению. Надеюсь, будет честно исполнять свои задачи. Уважаемые коллеги, мы по линии Министерства иностранных дел Республики Абхазия тоже обеспечим максимально все необходимые рабочие процессы, полностью поддерживаем решение о создании рабочей группы на базе профильного комитета. Хочу еще раз поблагодарить наших коллег за поддержку этого вопроса. Абхазия ожидает беспрецедентное число туристов в этом сезоне туристическом по понятным причинам, в силу международной обстановки. Мы, конечно, готовимся к этому и еще раз выражаю благодарность нашим российским коллегам. Уверен, что у нас получится сформулировать правильный комплекс мер, который позволит эту проблему решить. Из заявления Леонида Калашникова следует, что в перспективе возможно рассмотрение вопроса ликвидации пункта пропуска на границе России и Абхазии по реке Псу по типу того, как это сделано в Белоруссии. При этом речь о ликвидации государственной границы не идет. Мы связались с председателем СГБ Абхазии Робертом Киут, который находится в составе абхазской делегации в Москве, и он разъяснил ситуацию. Данный вопрос у нас не поднимался на этом заседании, и в принципе мы эту тему не обсуждали. Вопрос ликвидирования государственной границы Республики Абхазии с Российской Федерацией не стоит. Вопросы у нас обсуждались об упрощении перехода государственной границы гражданами, пересекающую границу, а также различными таможенными оформлениями. На данной встрече было принято решение о создании рабочей группы, в рамках которой будут отработаны механизмы по улучшению и комфорту, так скажем, пересечению граждан к государственной границе. В Москве состоялась встреча министра иностранных дел Абхазии Нала Ардзенба с чрезвычайным и полномочным послом Сирийской Арабской Республики в Российской Федерации Риадам Хаддад. Стороны обсудили актуальные аспекты абхазо-сирийских отношений, в частности, планируемую поездку главы внешнеполитического ведомства Абхазии в Сирию, в рамках которой между Министерством иностранных дел Абхазии и Сирии будет подписан меморандум о взаимопонимании в сфере политических консультаций. В Схинвале состоялась встреча президента Южной Осетии Алана Гоглоева с вице-президентом Абхазии Бадре Гунба. Алан Гоглоев выразил надежду на дальнейшее развитие двусторонних отношений и передал абхазскому народу слова поддержки и пожелания мира и процветания. В свою очередь Бадра Гунба поблагодарил Алана Гоглоева за теплый прием и передал приглашение от президента Аслана Бжаня посетить Абхазию. От имени народа Южной Осетии передать абхазскому братскому народу слова огромной благодарности, слова поддержки. Нам еще многое предстоит сделать. И благодаря нашему стратегическому партнеру Российской Федерации, я думаю, что мы постепенно будем поднимать тот уровень взаимодействия, который по сегодняшний день есть. Вчера проходила инаугурация, сегодня первый рабочий день, как говорится. Очень приятно, что в первый же день встретились с нашими друзьями. Я надеюсь на дальнейшую такую плодотворную совместную работу. Пользуясь случаем, я бы хотел передать слова Аслана Георгиевича, президенту Республики Абхазии. Приглашает вас посетить Республику Абхазии с официальным визитом в удобное для вас время. Мы очень будем рады видеть вас на абхазской земле. Угрозы нашим республикам схожи. Страна, в которой исходит эта угроза для нас ясно и понятно. Но, к сожалению, тысячи людей пострадали из-за этой политики, что в Южной Осетии, что в Республике Абхазии. И, безусловно, все то прошлое, которое нас объединяет, будет с карцией на нашем будущем, которое должно быть нашим народом. Мы сегодня приехали на вашу инаугурацию. Мы, в первую очередь, хотим вас поздравить с вступлением в должность президента Республики Южной Осетии. Пожелать народу мира, процветания. Я уверен, что все те чистые помыслы, с которыми вы шли на эту высокую должность, достигнете, понимая ваш характер, ваше ответственное отношение к профессионализму. Республика Абхазия Александр Анква подчеркнул, что затраты на объект, включая его техническое оснащение, не должны превышать предусмотренную сумму. Разработка согласования и окончательное утверждение проектно-сметной документации должны быть завершены до конца текущего года. Начало строительства предусмотрено в 2023 году. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина. Министр здравоохранения Эдуард Бутба встретился с первым заместителем министра здравоохранения Российской Федерации Виктором Фисенко. Участники встречи обсудили ряд ключевых вопросов, в том числе приезд российских врачей, детских инфекционистов в Абхазию к курортному сезону, реализацию программы по осуществлению межгосударственного соглашения об обязательном медицинском страховании, оказание гражданам Абхазии высокотехнологичной медицинской помощи не в рамках УМС, содействие в открытии пунктов скорой медицинской помощи на республиканской трассе, обеспечение отдельных категорий граждан России, постоянно проживающих на территории Абхазии, лекарственными препаратами и медицинскими изделиями на 2023 год. Также проговаривался вопрос открытия на базе городской клинической больницы ряда отделений. Эдуард Будба также встретился с ректором Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Минздрава России, доктором медицинских наук Дмитрием Сычевым. Обсуждались вопросы повышения квалификации и сертификационные курсы для абхазских врачей. Министр здравоохранения Абхазии находится в Москве с рабочей поездкой. Продолжаем выпуск. 22 педагога и 2 работника дошкольных учреждений представлены для получения первой категории учителя на подтверждение категории 10 преподавателей. Также 8 педагогов представлено на рассмотрение в Министерство просвещения на присвоение в высшей категории учителя. 14 преподавателей представлено на присвоение звания «Заслуженный учитель» и «Ахц-Абша». Ацария бэсшат политик ир-министер Акуцарийна Куршенесы шуксаакуа калаке цараву спарт арцюйчар бжар атистация меопургойт. Айбадбе категория зырту арцюйча ашкола юныцха ау пехялар каауа. Актпе агузар ацараву спарта специалист шазлахуа комиссия ичкана иреги арцюйча а категория архырцойт. Министер обороны Владимир Ану прибыл в Сирийскую Арабскую Республику с рабочим визитом, сообщает прислужба оборонного ведомства. Запланированы встречи с руководством Минобороны Сирии для обсуждения вопросов развития двухстороннего сотрудничества, а также другие официальные мероприятия. 25 мая исполнилось бы 110 лет народному артисту Абхазии Леварсе Касланзе. Леварсе Касланзе сыграл огромное количество ролей в Абхазском театре. Актеру были подвластны все образы – героические, драматические, комедийные. В честь выдающегося абхазского актера в Сухуме в доме, где он жил, открыли мемориальную доску. На церемонии присутствовали представители интеллигенции, коллеги Леварсе Касланзе, родственники и почитатели творчества актера. В день памяти выдающегося абхазского актера, народного артиста Абхазии Леварсе Касланзе на улице Воронова на стене дома, в котором он жил, установили мемориальную доску. Леварсе Касланзе – один из основоположников абхазского профессионального сценического искусства. Несмотря на протесты и возражения старших, он поступил в Сухумскую театральную студию под руководством Василия Домогарова. Спустя время его артистические способности стали развиваться на уровне мастерства и профессионализма. Леварсе Касланзе становится известен как неутомимый творческий артист корифей абхазского театра. Художественное мастерство его развивается в широком направлении. Леварсе Касланзе были подвластны все образы, как героические и драматические, так и характерные и комедийные. Это человек, который мог блестяще сыграть в комедии. Очень много, допустим, того же голого короля Шварца, который был поставлен уже в 1962 году, и Отелло, который был поставлен еще в 1941 году. Вы сравните два этих героя. И Леварсе Касланзе играл разные роли, разные характеры так, что его абсолютно можно было не узнать в другом спектакле. Это очень важно. И человек, который занимался только актерским искусством. В тот период было немало звезд абхазского театра, среди которых Шарах Пачаля, Азиз Агарба, Минадора Зухба, Розенби Агарба, Леварса Касланзе, Екатерина Шакирба и другие. Они творили историю абхазского театра. Леварса Касланзе, безусловно, был одним из ярких актеров. Он каждую свою роль играл неповторимо. Леварса Шардынович любил жизнь и свою профессию. И никогда бы не променял ее, говорит Светлана Курсая. Это был от природы человек. Вот от природы человек был большой. То есть это была не только внешность великолепная, да? Это был человек огромной души, щедрой души. Человек, который восхищался чужим талантом. Человек, который любил и жизнь, и людей, и никогда не разделял. Леварса Касланзе был первым актером в абхазском театре, сыгравшим Ателло. Его фотографии сегодня висит в музее Лондонского театра Шекспира, где собраны фотографии исполнителей главных ролей произведений английского драматурга. Он вдохновенно создавал на сцене образы людей разных судеб, каждый из которых по-своему боролся, отстаивал свои права. Его творчество призывало к борьбе за человека, за гуманное отношение к нему. Леварсу Касланзе называли королем абхазской сцены. В фильме «Белый башлык» Леварса Шардынович предстал в образе князя Шабата, одного из главных героев фильма, особенно поразивших зрителей. Дочь Леварсы Касланзе, Кама, поделилась своими воспоминаниями. Она отметила, что отец не терпел лжи. С папой моим рядом расти и вот это все слышать, видеть, это было великим счастьем. У нас всегда очень много людей бывало, работников искусства, писателей, артисты, приезжие режиссеры, какие-то все. И мне так повезло, что я всегда рядом с ним сидела, мне позволялось. Хотя абхазская традиция сидеть ребенку рядом со взрослыми, когда этот. Ну, у меня была такая обалованная судьба. Мне разрешалось, и я просто счастлива, что у меня в багаже вот такие воспоминания. Человек сам по себе был большой физически, но он и нравственно был большой. И соответствовать нравственным его критериям было сложно, прямо скажем. Ну, ты же пока молодой, хочется тебе там что-то. Мы всегда думали, боже мой, папа что скажет. И буял все это, он расстроится. И это было все. Сегодня в музее Абхазского драматического театра бережно хранятся фотографии, афиши спектаклей, в которых играл Левар Сакасланзия. И память о великом актере. Я обратилась к семье, была в семье. И вот семья дала нам определенное количество, это буквально две папки фотографий, которые они нам передали. Эти фотографии, вот как сейчас говорят, они зафиксированы. Театры находятся в архиве театральном, они все подготовлены к тому, чтобы не испортились они. Вот очень много программок, есть различные афиши на разные юбилейные даты, вот 70 лет, когда им исполнилось, и 50 лет творческой жизни. Мемориальная доска установлена по инициативе семи актера и при поддержке администрации города Сухум и Абхазского государственного драматического театра. Автор мемориальной доски – художник-скульптор Виталий Дженя. Шазина Ханагуа, Алексей Бастроков, Абхазское телевидение. 28 мая состоятся повторные выборы по Маякскому избирательному округу номер 8. В этом округе баллотируются 5 кандидатов. Губаза Леон Ревазович, Чичхаля Иракли Зауриевич, Квиквискири Тимуру Марович, Нормания Наур Геннадьевич, Адлиба Дженсух Иванович. В выборах, которые прошли 12 марта, по данному округу баллотировалось 7 кандидатов в депутаты парламента. Во второй тур голосования вышли 2 кандидата. Леон Губаз и Наур Нормания. 26 марта при повторном голосовании оба кандидата получили равное количество голосов, поэтому выборы были признаны несостоявшимися. Президент ТПП Тамила Мирцхулава приняла участие в Международном форуме торгово-промышленных палат, приуроченном к празднованию 30-летия Союза ТПП «Татарстан», которое прошло в Казани с 19 по 21 мая в рамках 13-го международного экономического саммита «Россия. Исламский мир. Казань. Саммит 2022». По словам Тамила Мирцхулава, участие в данном мероприятии предоставило возможность встретиться с зарубежными коллегами, обсудить вопросы сотрудничества, так как Абхазия – интересные долгосрочные проекты, связанные с развитием туристической отрасли и сельского хозяйства. Благотворительный концерт в поддержку детской школы искусств номер один имени Константина Ковача прошел на культурно-деловой платформе ГУМА. 120-летнее здание остро нуждается в ремонте. Все вырученные средства с концерта пойдут на реставрацию школы. Репортаж Гугуцевардания. Бережно держа в руке инструмент и при этом умело справляясь с нотами, они играют произведения мировых классиков. Воспитанники детской школы искусств имени Ковача с особой любовью и теплом подходят к каждому своему выступлению. К этому концерту они готовились с большой ответственностью, ведь вырученные деньги пойдут на реставрацию любимой школы. В детской школе искусств занимаются более 300 детей. Преподаватели обучают их игре на классических и ударных инструментах, эстрадному пению, живописи, танцам, актерскому мастерству и даже брейк-дансу. Я занимаюсь брейк-дансом, это спортивные танцы. Мы занимаемся на стадионе «Динамо». Сколько лет ты уже занимаешься? Я занимаюсь пять лет брейк-дансом. А как ты к этому пришла вообще? Ты увидела? Да, мой дядя тренер и я решила к нему пойти на танцы. Сегодня что будешь показывать? Какой номер? Сегодня мы будем танцевать вместе с командой. Я занимаюсь музыкой уже два года, играю на фортепиано. Я здесь тоже буду выступать. Моя песня называется «Я слышу джаз». А еще какие песни? Здесь будет еще одна песня, называется «Детство». Ну как, волнуешься? Нет. Зданию детской школы искусств имени Ковача 120 лет. И оно остро нуждается в ремонте. Сотрудники учреждения и управления культуры города Сухум своими силами стараются его поддерживать. Но этого недостаточно. Идея провести благотворительный концерт в поддержку школы принадлежит соучредителям арт-станции ГУМа. Это была их инициатива, так как они дружат с нами, с нашим руководством и вообще на нашей школе знают. И особо заботятся о том, чтобы внешний вид каких-то определенных зданий, которые несут архитектурную ценность, которые являются лицом нашего города, пытаются сохранить это все в первозданном виде. И поэтому они предложили, что может быть сделать такой благотворительный концерт с нашими учениками, педагогами и попробовать собрать какие-то средства для того, чтобы отреставрировать. Так как мы все эти годы под руководством нашего директора Михаила Матвеевича Алхазова и Управление культуры города очень сильно нам помогает в этом. То есть мы не можем сказать, что мы одни, нет. Они рядом с нами стоят, по возможности всегда принимают участие в этих ремонтных работах. В Налу Николаевну Хашик она всегда старается как-то нас поддержать и всегда рядом с нами. И вот при этом, при всем, все равно очень сложно сегодня сохранить вот именно такое ценное архитектурное сооружение, да, уже вот сколько, 120 лет этому зданию и сохранить это все вот в таком достойном виде. Историческое здание школы представляет собой архитектурный памятник. Его возвел архитектор Синицын в 1902 году по заказу греческого купца Дмитрия Комнино. Изначально здесь располагался пансион Гелада после революции 1917 года учительское семинарие, где преподавали такие яркие представители абхазской интеллигенции 20 века, как Дмитрий Гулия, Самсон Чанва и другие. Позже в здании располагался педагогический техникум. А спустя время открыта музыкальная школа. Гугутца в Ардане, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. И в конце выпуска прогноз погоды. По сообщению гидрометцентра, в среду 26 мая на территории Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью плюс 8-13, днем 17-22 тепла. Температура морской воды плюс 16. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин